Ну, верно, но ротация вам нужна по-любому, то есть это даже не обсуждается, потому что человек неэффективен. Нет, так 100%. И мы ждали, ну, я лично ждала, потому что об этом же речь все время шла, что в этом законе о мобилизации будет и пункт про демобилизацию, важнейший для тех, кто на фронте. Ну, есть же те, кто на фронте с 14-го, даже не с 22-го. Они ждали этого пункта. Ну, вот мы сейчас услышали, что по демобилизации будет отдельный закон. Но когда он будет, мы тоже не понимаем. Конечно, мы тоже ждем, какой он будет, когда, и это ждут люди на фронте в первую очередь. Цаик, я хочу зачитать опрос, чтобы наши зрители успели проголосовать. Друзья, значит, у нас сегодня такая тема по опросу в Телеграме. Напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал Дмитрий Гордон. Под этим видео прям ссылочка. Идете, кликаете, голосуете и подписывайтесь, потому что самый интересный оперативный Телеграм-канал. Честное слово, потому что делаем с душой и нашей командой журналистов, суперпрофессиональных журналистов. Итак, опрос звучит следующим образом. Если Иран нанесет удар по Израилю, перерастет ли это в Третью мировую войну? Варианты ответов. Да, будет стремительная эскалация, и Третья мировая неизбежна. Второй вариант. Эскалация будет, но в региональном масштабе. Третий. Иран не нанесет прямой удар по Израилю, использует своих прокси, Хизбалу или Хуситов, поэтому большой войны не будет. И четвертый вариант. Третья мировая уже идет. Она началась с нападения России на Украину. Просто не все это осознали. Пожалуйста, выбирайте ваш вариант. В конце эфира мы традиционно зачитаем, как наша аудитория проголосовала, как решила Савик. А я скажу, что Иран нападет на Израиль прямо сегодня, сегодня ночью. Вот с такой новостью буквально, наверное, минут 40 назад вышли CBS News со ссылкой на чиновников США. И они говорят о том, что атака будет массированной. Больше ста дронов и десятки ракет полетят на Израиль. Ну, давайте я все-таки у вас сразу спрошу, потому что тема важнейшая. Еще одна большая широкомасштабная война, но она, конечно, повлияет на всех, на весь мир, она повлияет на Украину, если она начнется. Ваше мнение, начнется ли она? Стоит ли за этим, опять же, Путин и Россия? И перерастет ли это в Третью мировую? Ну, давайте начнем с вашего последнего ответа. То есть, мертветье мировое уже идет, ну, по меньшей мере, европейская война уже идет. Потому что я опять говорю, что неправильно вставлять в контекст межгосударственной войны, Украино-Российскую войну. Ну, это вторжение и это европейская война. И кое-кто, ну, типа Макрон или там Балтийские страны и Польша это понимают. Но не все это понимают. Что касается Ирана, ну, перерастет ли это в мировую войну? Я думаю, что, наверное, все же нет. Ответ Израиля, если, если они пробьются через купол, если в Израиле будет огромное количество жертв, и если вдруг Израиль или какие-то израильские города станут похожи на газу, то, конечно, ответ Израиля будет очень-очень, очень-очень, ну, я думаю, жестоким. Но мы слышали уже заявление, да, и Нетаньяху, и министра обороны Израиля. Да, 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 но они, понимаете, это люди, которым сегодня в мире никто не доверяет, поэтому они могут говорить что угодно. Но это, понимаете, Израиль, знаете, вот я вам скажу такую вещь, она сейчас со мной, все люди будут просто не согласны и, не знаю, меня к дьяволу пошлет. То, что Израиль сделал в Газе, это он свел к нулю Голокост. Да, ну, Саш, ну, нет. Потому что, да, сегодня... Одно дело защищаться, другое дело... Не-не-не-не-не, а вот так, потому что, если ты говоришь, что 6 миллионов из нас были просто уничтожены индустриальным образом, должен был быть уничтожен каждый еврей, снесен с лица земли, да, и весь мир поддерживал, и весь мир считал, что отрицание Голокоста – это вообще уголовное преступление, да, то сейчас очень вероятно, что вероятно, я не говорю, что обязательно, но вероятно, что Израиль, то есть будет обвинен в геноциде, да, и он будет обвинен в Гагском суде. Ну, вы понимаете, это жутко. Нет, подождите, Савик, а как же право на защиту и право на ответ? А что... Когда мировых... Нет, Савик, подождите, мировых жандармов сейчас не существует, да, таких полицей, не знаю, как это назвать, но тот, кто вот взрослые, которые собираются и говорят, вот ты преступник, ты сделал преступление, сейчас ты получишь по заслугам. Каждая страна вынуждена защищаться самостоятельно. И в данном случае мы же говорим о том, что это ответ и превентивная мера, чтобы дальше эти же люди, нелюди не напали и не натворили еще большие беды. Ну, то есть, ну, это же разница, Савик. Ну, они же... Они все равно натворят. То есть, и натворят они не потому, что там... Да, они... Потому что они террористы. Да, они террористы. Но так как нету в мире вообще никакой справедливости, да, то, конечно же, есть люди, которые прибегают к крайним мерам. Да, те же сомалийские пираты, в конце концов. Да, вот... Ну, понимаете, вот нету справедливости. Ну, хорошо, вернемся к Израилю. Для палестинцев справедливости нет. 48-й год, это был годом несправедливости для них. Мы же тоже должны все же смотреть с их точки зрения тоже. Иначе что получается, что мы будем смотреть только с израильской точки зрения? Ну, это же тоже неверно. Израиль прошел через очень трудные времена. Израиль построил волшебное, я бы сказал, государство. Я в Израиле жил 9 месяцев, работал в кибуце, работал в больнице, вообще без акцента говорил на иврите и так далее и тому подобное. Это не то, что я не знаю Израиль. Потом я был на многих войнах в Израиле, но уже журналистом. Но ведь проблема в чем? В том, что если ты принимаешь решение бомбить посольство другой страны в третьей стране, то ты должен иметь в виду, то есть по меньшей мере ожидать, что будет ответка. Ну, будет ответка, но иначе быть не может. Если Украина взрывает там, скажем, нефтеперерабатывающий завод, Украина понимает, что как-то Россия ответит. Ответит там бомбежкой Харькова или бомбежкой Киева или чем-то. Но это так, это вот это и есть как бы часть третьей мировой войны. Ну, это не ответка. Изначально, тут же как, что было сначала? Сначала было нападение, а следствие уже бомбежка МПЗ. И Харьков Россия бы уничтожала вне зависимости от того, Украина ударила по российскому МПЗ или нет. Наверное, да. Наверное, да. Но мы говорим, нет, наверное, да. Но может быть не сразу, может быть не с таким ожесточением. Но это война. И это как бы тут все понятно. Конечно же, 7 октября Израиль пережил страшную страницу своей истории. Реально. И это никто не отрицает. А Хамас, в программе которого четко, черным по белому написано, что их цель уничтожения Израиля, это тоже правда. То, что Израиль обязан уничтожить Хамас, ну, наверное, тоже правда. Почему я говорю «наверное»? Потому что у, если вы помните, такого персонажа, как Есир Арафат, который руководил Организацией освобождения Палестины в свое время, у него тоже так начиналось, да. После Олимпийских игр в Мюнхене, где был этот чудовищный теракт против израильских атлетов. Чудовищный совершенно. И я даже был тогда удивлен, почему они не остановили Олимпийские игры. Но после этого, то есть Гольда Меир была премьер-министром, они отомстили совершенно другими силами. А, кстати, посмотрите фильм Мюнхен. Он все более-менее документально рассказывал. Вот, но Израиль, тем не менее, он живет в океане арабского ислама. Он маленький островок в океане арабского ислама. И так или иначе, ему с этим океаном и в этом океане придется жить. Поэтому я говорю про Арафата, потому что Арафат был таким же, как Хамас. Но постепенно, благодаря там, ну и американцам в том числе, и главное, израильским лидерам, вот это очень важно, и израильским лидерам, которые считались экстремистами, такими как Менахен Беген, к примеру, да, или Ариэль Шарон, да, все равно, то есть, ну вот удалось каким-то образом, да, вот какой-то общий язык найти, и Арафат, да, Арафат не великая такая, ну, миротворческая фигура, но все равно он вот там, и Шимон Перес, и Цхак Рабин, в общем, да, вот они как-то нашли, и он перестал, и вообще Организация Объединенного Освобождения Палестины перестала говорить об уничтожении Израиля. Да, Израилю надо, чтобы все абсолютно арабские силы политические, да, вот, да, как бы подписались с ним дипломатические отношения, как это сделала, как это сделал Кувейт, как это сделала Эмираты, и как мы все думали, это сделает Саудовская Аравия, и все было готово до теракта 7 октября, да, вот, все равно Израилю нужен мир, вот по-любому, да, вот, 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 вот что бы ни произошло, потому что он живет в таком месте, вот в таком месте, и у этого места есть история, да, и эта история очень непростая, да, и даже если мы посмотрим, вот, 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 вот даже на ту же историю Иерусалима, это же, это же, это же вообще, это, это, это можно жизнь посвятить, чтобы эту историю изучить, то Израилю нужен мир, Израилю нужен мир. Савик, так а кому он не нужен? Просто о каком мире идет речь? Вот как в украинском случае, о капитуляции Украины? Или как в израильском случае тоже, об уничтожении капитуляции Израиля? Нет, 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 Израиль, Израиль не стоит перед угрозой уничтожения, Израиль не стоит перед этой угрозой, потому что за Израилем все же, ну, серьезно. Но он не стоит, потому что он борется, Савик, если бы он не боролся. Так и Украина борется, но смотрите, но если вдруг, вот возьмем гипотетически, если, не знаю, если украинцы сотворят, ну, скажем, уже после войны, скажем, после победы, скажем так, сотворят бучу в России, то я лично буду Украину осуждать. Нет, нет, вообще, не в нашей, не в нашем генетике, не в нашем ДНК, понимаете, это история. Понимаете, так и не в ДНК евреев это. Люди, которые прошли через Голокост, которые в состоянии просто разбомбить целый сектор, где живет там больше двух миллионов людей, где, да, я понимаю, я понимаю. Ну, террористов они же, они же не людей бомбили. Ну, я понимаю, но мы же знаем, что террористы... И они предупреждали мирных людей, чтобы они уходили, Савик, они же перед этим говорили. Будут бомбочки. Куда? Куда? Ну, так пусть другой мир, пусть партнеры... В море могли уйти. Нет, нет, есть рядом партнеры. Знаете, вот как раз Красное море, вот море должно было расщечься, и тогда вот жители газа... Нет, нет, есть партнеры, которые говорят, мы вам будем помогать вот этому сектору газа. Ну, так, пожалуйста, пусть туда дают им. Почему же они не дают? Тема важная, но у меня сегодня еще важнее темы, да, и многое. Я хочу, чтобы мы успели оценить, поэтому давайте вот так попытаемся динамично, Савик, я вас прошу. Давайте вот поехали прямо, а то нам тут зрители тоже начинают заводиться и писать все. Значит, следующее, что хочу обсудить, это так называемый мирный план для Украины от Эрдогана, от Турции. По информации СМИ, инициативу Эрдогана якобы поддержала уже ряд европейских политиков. Турция, как пишут СМИ, причем это русские СМИ первые написали, Турция отправила Путину и Владимиру Зеленскому план мирного договора. Значит, по согласно этому плану якобы, мы все это говорим якобы, да, по этому договору якобы, по этому предложению, гарантия внеблокого статуса Украины до 2040 года, то есть это значит, что Украина должна будет отказаться от вступления в НАТО, замораживание войны по существующей линии фронта, то есть мы понимаем, сколько вот уже сейчас Россия оккупировала, и обязательство провести в 2040 году референдумы. В офисе президента Украины прокомментировали, сказали, что СМИ сказали, что этот план Эрдогана о замораживании войны и отказе Украины от НАТО российский фейк. Но я просто продолжаю сейчас. Тема переговоров, она не только вот в этом виде в публичном пространстве вертится, а на последние недели очень активно обсуждается мировыми западными СМИ и западными топ-чиновниками и политиками. В частности, меня поразило совершенно заявление Столтенберга, вы, наверное, его тоже слышали, оно было вот там, наверное, неделю назад, о том, что Украина должна пойти на какие-то уступки, компромиссы и так далее. То есть что он имел в виду? Отказ от территории, дать агрессору там еще больше захватить, продолжать бомбежки. Но что интересно, вот в эту же копилку Лукашенко 11 апреля, это вчера, да, вчера приехал к Путину в Москву, и какой между ними состоялся разговор на камеры следующего содержания. Лукашенко заявил, что инициативы Путина по, типа, урегулированию войны найдут отклик в Украине, это он так сказал, и надо достать Стамбульский договор, который, он говорит Путину, вы когда-то мне показывали и передали, положить на стол и двигаться по нему. Путин ответил ему, да, и с ним надо работать с этим договором. Значит, Лукашенко сказал, что... Им надо было сразу позвонить Арахаме и Абрамовичу. Тогда они могли бы продолжить разговор об этом договоре. Нет, мы же не знаем, что было, когда выключили камеру, потому что, если вы смотрели этот кусочек, то, в принципе, оно выглядело примерно так, как сюжет Первого русского канала про этих таджикских террористов без ушей, которые рассказывают, что это все Киев подстроил, и в Киев ехали, и по миллиону рублей, да, в Киеве же, конечно, рубли ходят, должны были давать каждому в Киеве и так далее, через минные поля на пузе, видимо, переползать. Вот это же тоже была такая, знаете, как постанова полностью отрепетированная, и, ну, конечно, по этой постанове понятно, что Путин этих переговоров и такого варианта очень сильно хочет. Более того, по поводу, тут же Путин сказал по поводу Женевской мирной конференции, которая... Да, инициируется Украиной, будет проходить в Женеве. Он сказал, что, ну, так как там не предполагается его участие, он сказал, не, теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, а он же боится туда ехать, потому что там же сейчас приедут, и тут заграбастают наручники, и все прекрасно, и пусть в наручниках уже там переговаривается. Поэтому его и не приглашают, потому что очень неудобно его арестовывать. А что неудобно? Очень даже, по-моему, много достойных людей, которые с удовольствием бы это сделали. Да, это в Эквадоре, в Мексике. А в Стамбул он, в принципе, готов, как мы поняли, да? То есть с Эрдоганом, если что там, там мирное соглашение он хочет. Он говорит, нас туда не приглашают, это в Швейцарию. Более того, считают, что нам там делать нечего, и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно, поскольку мы туда не едем. Это уже вообще какой-то паноптикум. Говорят, что мы отказываемся от переговоров. Что интересно, на фоне этого, Путин впервые за полтора года провел очное совещание Совбеза, где вот он лично присутствовал, своего Совбеза. Мы помним, что до этого он проводил совещание Совбеза, вот это вот с бэкающими, мэкающими его подчиненными, где они, собственно говоря, легитимизировали широкомасштабное нападение на Украину. А потом, в следующий раз, когда они в ноябре, да, в ноябре 22-го года они еще проводили Совбез, также по войне. И на этом заседании Совбеза, вот которое он сейчас провел, они также обсуждали возможности, вероятности переговоров и мирных соглашений. Савик, вот давайте сейчас вот это все мы имеем, мы имеем еще что-то. Давайте сейчас вот вы расскажите ваше видение этого вопроса. Что сейчас на уме у Запада? Что хочет Америка? Что хочет Европа? Что хочет Путин? Россия? И что, ну, мы знаем, что выгодно нам, но вот как вы видите эту ситуацию, и куда оно все будет двигаться, учитывая, что, по сути, ну, как бы Европа, не давая нам оружие, ну, это они нам так говорят, не говоря, они все время говорят, ну, это решать Украине, мы никогда, ничего, там все. Но оружие где? Ну, это особенно касается Германии. Да, там, я думаю, что Франция и Англия поставляют. Я не думаю, что сейчас это все придает согласности, как раньше. Я думаю, все же какие-то коридоры, переправки этих вооружений россияне все же, или агенты, которые на территории Украины, да, каким-то образом все же засекли, поэтому лучше это делать тихо, чем шумно. Я так думаю, да, но все равно какая-то помощь идет, но не в тех масштабах, в которых Украина нуждается, это ясно. Давайте начнем с Эрдогана. Значит, его партия очень сильно проиграла на местных выборах на прошлой неделе. Значит, на местных выборах, то есть даже в тех средних городах, которые были оплотом партии Эрдогана. То есть то, что они проиграли Стамбул, то, что они проиграли Анкару, окей, но они реально проиграли, проиграли сильно. И я вот читал там несколько интервью Экрема Имам Углы, который мэр Стамбула и, естественно, будущий кандидат в президенты. Конечно, он говорит на европейском языке, он европейцам более понятен. Я думаю, что Эрдоган чувствует, вот он чувствует, что вот эту вот угрозу, что ему не удастся воплотить там все идеи, которые у него были. И поэтому, мне кажется, он торопится, вот что-то показать, вот что-то я сделал, вот что-то, да, я инфляцию не понизил, но зато я там Россию и Украину примирил. Я не думаю, что сейчас, вот в данный момент, я думаю, что Эрдоган, его, вот мы как-то говорили на прошлой неделе про его визит в Вашингтон, да, вот с того времени ситуация, видите, она очень быстро меняется. Он потерял, он потерял в своем влиянии, скажем так. Но я все равно, я думаю, что то, что Эрдогана реально интересует, это Крым, да, а оппозицию, я думаю, что она совсем иначе будет относиться к крымскому вопросу. Вот это вот, 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 вот так. И поэтому Эрдоган будет придумывать всякие планы, которые потом, через там два, три, четыре шага ему дадут возможность как-то выйти на крымскую тему.